Добрый день, Наталья Михайловна. Сегодня есть возможность с вами поговорить о том, как наша тематика влияет на нашу жизнь и на то, что окружает нас в нашем профессиональном и ином мире. Спасибо. Поэтому представьтесь, пожалуйста, сначала. Дальше я задам некоторые вопросы. Хорошо, но я тоже хочу приветствовать тебя. Очень приятно, что мы встретились вновь. Я, значит, Римашевская Наталья Михайловна, я заведую лабораторией гендерных отношений в нашем институте. Вот в том институте, который я в своё время создала. Это было в 1988 году. Правильно? Так вот, и самое интересное, что и до сих пор, вот хотя институт называется институт социально-экономических исследований, институт социально-экономических исследований населения, всё равно я стала заведовать этой лабораторией гендерных. Причём после того, как я отказалась быть директором, уже второй пришёл, и он всё время говорит, Наталья Михайловна, ну зачем вы гендерных? Вы же всё, это всё ваше. Я говорю, да, это может быть и правильно, но гендер, он пронизывает всю нашу проблематику, все наши исследования, и от начала и до конца, от того, что было до, и вот от того, что ещё будет после нас. Вот, поэтому, в общем, я вообще, ну как бы, мне это интересно просто. Я не потому, что там это было модно или не модно в своё время, это менялось, значение этой проблематики менялось, а я вот была верна. У меня вообще эта глупость, что я всегда верна. Наталья Михайловна, расскажите, был ли какой-то переломный момент, когда в стране, в вашей жизни профессиональной, когда создавалась эта лаборатория? Это гендерных? Да, лаборатория гендерных. Да, вот она создавалась совсем накануне создания этого института, а это было во второй половине 80-х годов. На самом деле, вы знаете, что было в то время? В то время это время перестройки, это вообще новые соки, новые влияния, новые воздействия мировой общественности, мировых отношений на, в том числе, СССР в то время. Вот это было тогда. И после этого, значит, вот все это, так сказать, и происходило. Вот я думаю, что вот это сыграло роль. Вот это, вот этот самый, вот это, это перестроечный характер вот этих отношений. Вот все-таки я очень большое значение придаю деятельности Горбачева. Хотя сейчас постепенно забывается. Он забывается. Я считаю, что это неправильно и несправедливо. И вот помнит только, что вот какие у него были ошибки, что он не доделал, что он и так далее. На самом деле, в общем, все это не так, но это тема уже другого рассказа. А вот в то время, когда создавалась эта лаборатория, интерес появился к гендерным проблемам, вы в это время работали уже в Институте проблем народонаселения? Нет, еще его не было, этого института. А где же тогда лаборатория? А лаборатория, в общем, пока, она была вот в том институте, где я была. А это был вот этот институт. Социология? Нет, как он назывался. Институт социальной экономики. А, нет, он тогда был же не... Это был институт по народно-хозяйственным проблемам. Это же в ЦИМИ было. Это вот как бы продолжение вашей... того, что вы закончили финансово-статистическое... Да, да, да. Я же закончила юридически и финансово. Два, так сказать. Ну, в общем, это... И работала я в ЦИМИ. Вот. И у меня, в общем, докторская диссертация по математическим проблемам экономики благосостояния была. Как ни странно. То ли доходы, то ли какие-то вопросы. В том числе, конечно. Вот. Но потом, когда вот в конце 80-х годов, когда было принято решение о создании этого института, ИСЭПН, вот, тогда я, в общем, я отделилась от ЦИМИ и там от других всяких структур, и вот, так сказать, создала эту лабораторию. Ее вообще... Была такая группа в то время, до этого института. Экономисты? Я вам скажу, было вообще три человека. Значит, вот кроме меня еще была Ася Посадская и Наташа Захарова. Ты их знаешь, да? Ну, теперь уже одна далеко, а другой так и вообще нет. Да, да, совершенно верно. Ну вот, и... Вот, значит, мы написали именно в 87-м году после конференции, женской конференции в Африке. Туда ездила Наташа Захарова. И после этого она приехала, и мы написали статью «Как мы решаем женский вопрос». Которая была опубликована? В «Коммунисте». Еще потому что не было института, и не было еще... Вот. И, в общем, тогда эту статью даже у нас никто не прочел. Она была переведена в 14 странах. В то время, в то время. Вот. Ну, и, в общем, и вот еще, так сказать, вот толчком, что ли, явилось то обстоятельство, что Ася Посадская не могла защитить кандидатскую диссертацию. Она была аспиранткой в институте экономики. А там, значит, какие-то женщины, кому это надо, что тут нового. А слово «гендер» это впутали со словом «тендер», как известно. Вот. Вот, она приходила. Потом, это уже я создавала в этот момент институт, она пришла и говорит, Наталья Михайловна, давайте я у вас защищаю. Потому что, говорит, и плачет. Я помню, она все время приходила и плакала, потому что диссертация есть, а защищаться никто не дает ей. Вот. Такая была ситуация. Вот. Ну, в общем, вот как только я, значит, вот создали этот институт, в 88-м году создали, я быстро довольно-таки организовала печатное издание этого института и совет, на котором можно было защищаться. Ну, и вот Ася, можно сказать, первая защитилась по этой проблематике. Вот. Ну, потом вы все знаете про нее. Вот. Да, и вот это был такой перелом. Перелом именно связан с тем, и вы знаете, я вам сейчас скажу, вот в этом... Что было вот в этом промежутке между написанием статьи, опубликованной в «Коммунисте», которая действительно стала абсолютно классической сейчас, из этого начинаются наши гендерные исследования, и созданием, собственно, институционализации, то есть созданием именно лаборатории. Были какие-то проекты? Ничего, нет. Пока ничего не было. Нет, нет, нет. Ничего, ничего. Ничего не было. Вот до того, до того, как было... Потому что лаборатория была создана сразу, вот как только создавался институт. В 88-м году, и одной из первых лабораторий была гендерная. Вот лаборатория. И вы же ее возглавляли. Я ее возглавляла с самого того, с начала и до конца. Кто же там работал, помимо вот названных лиц? Названных лиц? Ну вот, я не знаю, я могу вам дать такую книжку, гендерные аспекты социальной трансформации. Это делала Марина Малышева. Но здесь... Марина была, как известно, в это время. Да, 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 да. Она... Все защищали же у меня. Лена Машкова, наверное. Кто? Лена Машкова. Машкова, она была моя аспирантка. А-а-а. Вот, мы поехали туда на КамАЗ. И, в общем, она... Она хотела стать докторанткой, но не получилось у нее. Ну, не у всех. Вот, вот здесь вот прямо, знаешь... Вот, да, вот здесь, значит, Посадская, Римашевская. Ну, Раковская, вы, наверное, не знаете. Она уехала в Литву. Она... Ходкина. Лена Терюканова. Вот. Ну, здесь и больше, по-моему, ничего тут такого наших нету. А, Мещеркина. Которая теперь рождественская. А, я не знаю, как. Вот мы кто-то хотели ее найти, и, в общем, это самое. Вот, собственно говоря, Луникова. Да. Ну, Воронина не была. Она там, там, там все время была. Клеменкова. Таня. Таня, да. Вот, собственно говоря, вот это был один из первых таких. Мы их называли... Вот, поскольку они были такого зеленого цвета, мы их называли афганки. Вот. Я хочу... Знаешь, я нашла... У меня есть такая статья, которая называется «50 лет науки». Так. Вот. Ну, она вот опубликована в 2009 году. Значит, это было 50... А, это ничего. Это было, значит, 50 лет было уже давно. Вот. Вот гендерная концепция – это не просто лингвистическая инновация. Она знаменует собой начало изменений научной парадигмы в анализе социальных явлений. Вследствие понятия гендера, введение понятия гендера означало одно из крупнейших достижений современной социологии. Мне кажется, что это всё правильно. Вот. Все... Все аспекты жизнедеятельности и состояния людей окрашены детерминированностью отношений между полами, вводя определённые различия категории секса и гендера. На самом деле, гендер пронизывает все сферы бытия. Это я просто хотела сказать, вот что на самом деле теперь мой директор сегодняшний, он проникся тем, почему я не меняла название своей лаборатории и не уходила, поскольку... В городе 30 лет будет, как она существует. Да, 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 да. И он, значит, уже сейчас понимает, потому что мы, конечно, развиваемся. Это совершенно... Но это невозможно, иначе быть не может. А можете выделить, вот за эти 25 лет, 25-20, уже 8 лет, какие были самые главные завоевания и важные, которые вам кажутся самыми значительными за время существования лабораториями? Ну, я могу вообще сказать, значит, во-первых, вот, гендер и семья. Вот, дело в том, что в экономике, конечно, семья присутствует, но она совсем иначе присутствует. Вот, а гендер и семья, она подчеркивает вот совсем другие, ну, акценты, совсем другие акценты. И поэтому, возможно, почему меня гендер золоновал, потому что он, все исследования, которые я проводила, вот за эти, там, 50 или больше 60 лет, я все проводила их на основе семьи. Они имеют посемейный контекст такой. Вот. И в том числе и гендер имеет этот контекст. Вот. Это одно направление. Второе, которое я считаю очень важным и значительным со всех точек зрения, это вообще гендер и здоровье. Потому что, ну, понятно, почему. Потому что мы катимся, еще до сих пор все катимся и катимся вниз. вместе с, ну, так сказать, с оценкой общества как больного организма. Это, значит, два. И гендер здесь очень имеет очень большое значение. И третье, что мне хотелось, это вот то, что мы начинали тогда, потом немножко мы прерывали, это гендер, гендер и... сейчас скажу еще, вернусь назад, гендер и насилие. Домашнее насилие. Хотя домашнее у нас было, а сейчас мы это все расширяем. И гендер и семья, она теперь занимает том, что мы сейчас, например, перешли к исследованию отцовства. Наверное, вы знаете, что сейчас это стало модой, но у нас просто так случилось, что мы получили финансирование на эту тематику. Но я очень рада этому, что это совсем новое направление. Но остальное, я говорю, что настолько гендер пронизывает все аспекты жизни общества, что трудно даже вообще как-то его отделить. А вы сами как заинтересовались, как узнали о гендерной тематике? Как заинтересовались? Я скажу, я сейчас скажу вот просто про себя, про себя. Дело в том, что вот я как-то чувствую, вот что будет вот через год, через два, через три. Чувствую, куда надо идти. Вот как кошка. Абсолютно. Вот сколько я, я же очень много новых, так сказать, ну, ходов сделала, которые никто не делал. Хотя вот демограф, я не могу сказать, что я такой классический демограф, но занималась населением с самого начала. Но вот сразу как-то я вот, во-первых, я семью это вытащила. Вообще до меня проблемами семьи не занимался почти никто. Можно по пальцам перечислить людей, которые занимались семьей. вот, но вот я поставила все свои исследования вот на семью. Вот это я, так сказать, считаю, что это первое. Второе. Демографические исследования семьи или на социологические? А? На социологические или демографические? Скорее демографические, да. Ну, отчасти, конечно, можно сказать социологические, потому что все-таки гонрок, я же не могу его выбросить. Вот. Это, значит, первое. Второе, это вот гендер. Я же говорю, что все просто тогда просто никто не мог согласиться с тем, какой-то гендер, зачем это гендер, никого это не волнует, никому это не нужно, у нас совсем все другое. Вот. Но вот я это все-таки стало пробивать и древо. И третье, это вот это здоровье. Здоровье не в смысле сколько коек, сколько врачей, а в смысле состояния здоровья, его, оценка его, и как бы что с ним происходит, куда девается здоровье, какие факторы, и что нас ждет, и что нас, куда мы идем. Вот, собственно, я могу это так сказать. Ну, немножко услышали впервые термин гендер. Гендер? А вот Наташа привезла из Африки, вот когда там был этот мировой конгресс. А какое было у вас отношение к феминизму в те 80-е годы, когда началась перестройка? Ты знаешь, я вообще как бы феминизм, я его не то, что игнорировала, а вот пусть он существует рядом, рядом. феминизм есть феминизм, а гендер есть гендер. Может быть, это было связано с тем, что все-таки гендер ближе к экономике, чем феминизм. Феминизм это скорее вот социология и политика. там, да, вот это же Маша была, это самое. Вот. Ну, вот так. Так что, в общем, я ничего не говорила там никогда. И с коном мы встречались, и в общем, я считаю, что каждому достаточно места в этой сфере, и каждый может сделать, что он хочет, на что он способен, и так далее. Когда человек занимается гендерными исследованиями, он может не разделять идеи феминизма? Ну, дело в том, что не разделять, что значит не разделять? Можешь? Не разделяй. Ну и что? От этого они же... Гендерные исследования не связаны. Нет, они не зависят от тех идей, которые заложены феминизмом. вот, и в общем-то, ну, я считаю, что дело в том, что вот, когда тут какие-то столкновения идут, ну, сфера где-то пересекается, дело в том, чтобы не мешать другому течению, другому отделению, другой части исследовательских структур. Мне кажется, так. я вообще никогда не любила, знаешь, с кем-то бороться, там, и, в общем... Но иногда можно бороться не с кем-то, а за что-то. Нет, за что-то. С позитивным прогрессом, с позитивным знаком. И поэтому здесь возникает вопрос именно, если мы разделяем идеи теоретического феминизма, который нас ориентирует все-таки на поддержку женщин в любых обстоятельствах, и поскольку в течение длительного времени, веков, можно сказать, женщины и женская были угнетены, вот, неравноправны, неполноправны, то сейчас мы хотим сделать все возможное, чтобы добиться не столько полного выравнивания прав, сколько понимания особости женского. И вот, собственно, современный либеральный феминизм, он вот эту задачу решает постепенно, медленно, так или иначе. И в этих условиях, конечно, хотелось бы видеть в гендерных исследованиях, в том числе в такой области, как демография, демографические или социологические, социодемографические исследования, видеть желание поддержать женщин и войти в их положение и понятие. Вот, и поэтому мне думается, что здесь личная жизнь каждого из нас и наша профессиональная карьера может быть довольно тесно связана и выбор темы может быть тесно связан с тем, что мы пишем в дальнейшем наших исследований, какие вопросы и задачи в них ставят. Отсюда мой вопрос. Ваше как-то занятие, вот допустим, демографии семьи, это как-то влияло на вашу собственную жизнь? И наоборот, были ли вопросы, которые вы решали в жизни, причины того, что вы этот же вопрос поставили в науке уже? То есть проблемы, с которыми вы сталкивались лично, как толчок, как инициатор создания каких-то научных людей? Ну, вот что касается феминизма и гендер, мне кажется, что здесь проблема, в значительной мере, здесь проблема названия. То есть те повороты, те результаты в области гендера, которые мы совершали в рамках социоэкономических исследований, они, может быть, мы их не так называли, может быть, это был феминизм, а мы это слово не использовали, или наоборот, использовали там, где, в общем, поэтому мне кажется, что это в значительной мере проблема терминологии. Ну, что касается там моей личной и так далее, и так далее, ну, я вообще как-то, я бы сказала, я мало в общем это анализировала, и вот в этом использовала, ну, как бы хотела вот в это, эти научные достижения применить там к себе или к окружающим меня, но не очень, хотя у меня непростая жизнь, я очень непростую жизнь прожила, тем более, мне не так мало лет. Это понятно, и вы вырастили двух сыновей, и были мамой, следовательно, вероятно, да, и мамой, и бабушкой, и так далее. все социальные роли женские, они уже вами тоже пройдены, да, во всяком случае, они апробированы, да, и поэтому возникает вопрос, вот в вашей личной жизни как-то были пересечения с теми проблемами, с тем, что решалось в дальнейшем в качестве, как сюжетов, ну, просто, так сказать, моя позиция в науке, в науке в широком смысле слова, конечно, она подпитывалась теми идеями, которые формировались в гендере еще до нас, до нас, вот, поэтому это очень нормально. интересные проекты, которые решались у вас в лаборатории гендерных исследований, гендерных проблем, которые были вами инициированы и, по сути, ну, я, например, считаю, да, я считаю, что, ну, главный, главная моя заслуга вот в социоэкономических исследованиях это Таганрог. Что за проект? Когда он был? Таганрог начался во второй половине шестидесятых и вот сейчас, ну, вот сколько лет, наверное, почти 50 лет, вот сейчас мы... Как он назывался и какую задачу? Ну, вот он так и назывался Таганрог социальный, но он, я сейчас скажу, дело в том, что поскольку вот он протекал или прокладывал свой путь в течение вот этих почти 50 лет, то название менялось, но содержанием являлось вот социальные отношения, социально-экономические отношения, но прежде всего, конечно, отношения там в семье, между мужем и женой, между женщиной и мужчиной. В среднем по размеру российском городе? Ну, мы, в общем, это, я скажу, что даже в каком-то смысле не мы его выбирали, вот, поскольку мы, поскольку это, это исследование было инициировано, как ни странно, в ЦК. Да-да-да. А это было очень даже понятно, они просто хотели знать, что происходит в обществе, потому что это же был период как бы зарождения социологии, еще не было ни информации, ни исследований. Собственно говоря, первый этот социолог был Харчев, который, в общем, вот это все, ну, это представлял, вот. Семью тоже. Да, в том числе, да, Харчев, но он, как бы, первый социолог, я считаю, в то время был. И вот наши, ну, ведущие, как это сказать, властные органы хотели знать, а что вообще происходит в обществе-то, что? Что мы имеем? Мы руководители этого, какое оно, что? И вот они... Женские организации уже существовали в тех временах? Женские организации, вот это вот, они начинались только, только-только зарождались все эти женские организации, и даже... То есть, до перестройки они тоже были? Или все-таки их нету? были, были, но были слабые, слабые, а потом, после, в процессе перестройки они очень сильно окреплись, тем более, что был очень большой поток запада, поток людей, которые вообще хотели посмотреть, что это такое, что это такое Советский Союз, и с чем его едят, это раз, а во-вторых, деньги давали в то время, вот, и на этих, так сказать, ресурсах, вот. И какие аспекты женской темы рассматривались в рамках проекта Паганда? Ну, вообще говоря, вот там было у нас пять проектов, пять, вот они, значит, вот этот период, почти там 45, или сколько там, 47 лет, он делился на, в начале десятилетние, а последние там по пять лет, когда перестройка шла, было интересно посмотреть, вот, не дожидаясь, исхода десятилетнего. Там все. Основные, значит, какие основные? Основные, это, сейчас скажу, это, ну, образование и так далее, это нельзя сказать, поскольку, в общем, это традиционные, вот, это занятость, занятость, в широком смысле занятость, это, вот, ну, доходы, доходы потребления, внутрисемейные отношения, вот это два, три, это, все это вот в разрезе пола. Затем, вот, были, здоровье, опять же, мужчина, женщина, в общем, здесь были сделаны некоторые открытия, которые до сих пор никто не хочет понять и принять, как ни странно. Ну, я вообще очень веду такой, я бы сказала, тихий образ жизни, и, все, что делается, это я уже прошла это, вот, что сейчас в нашем обществе происходит, это все я уже проходила, это все я знаю, где начало, где будет конец, и в чем. Какая же новая сейчас тема, может быть, которая еще не изучалась, и которая связалась с темой. А вот мне кажется, что вот, что новое, это отцовство. Вот. Которое начато у нас, в наших науках, Игорь Семеновичем Коном. Вот я не знаю его. Мальчик-отец мужчины, это его книга, которую он, собственно, написал, как взгляд этнолога и антрополога на отцовство. Ну да, но дело в том, что я исследований, его не знала в этом. Да, он скорее теоретик, поскольку он основывается на том, что сделано другими, и эмпирический материал, собран до него, не он сам. Ну да, я во всяком случае не видела его. А вы в рамках проекта по отцовству, у вас есть сейчас финансово поддерживаемый проект, который бы позволил собрать этот материал? Да, да, вот между прочим. В городах или во всех? Да ну что вы, во всех. Нет, мы делаем это сейчас в Карелии. В Петрозаводске. Да, ну рядом с Петрозаводским. Ну в Петрозаводске там, да. Вот. И, кстати, в конце, в декабре будет конференция по результатам. То, что мы начали... Здесь, в Москве или вы коллеги? Здесь, здесь. Ага. Дело в том, что мы начали это исследование в 2014 году. Вот результаты 2014, 2015, 2016 года у нас будут обобщаться и будем обсуждать. И будет, наверное, потом какая-то публикация. Ну конечно, конечно, конечно будем публиковать. Да, вот это, мне кажется, что это новое. А вот эти проекты наши исследовательские, ваши в первую очередь, они как-то влияют на женское движение, на женщин в нашей стране? Или мы же существуем сами по себе в башне слоновой кости, а женщины, женские организации и все прочее как-то где-то отдельно? Дело в том, дело в том, что вот на первом этапе, на первом этапе, то есть в конце 80-х и начале даже 90-х, можно сказать, они активно влияли. Просто поскольку это было вновь, во-вторых, вот я говорю, что был большой поток людей, которые приезжали с запада и в-третьих, потому что деньги были поступления оттуда. Но это не прошло даром, потому что вот внизу, так сказать, на уровне образования, ну и отчасти науки, было много сделано людьми просто, вот те, кто какие-то проводились обследования, обсуждения, там даже были диссертации, и этим, как они называются, в общем, и низкого, и более высокого кандидатские, докторские диссертации были, вот, центры такие, вот, очень много всяких организовывалось таких центров защиты женщин, вот. То есть, конечно, наши исследования таким образом были толчком к созданию, вот, да, вот эта, эта книжка была издана в 96-м году, то есть, это почти, там, пять лет прошло, и по ней, вот, можно просто посмотреть, куда толкнули, как толкали, вообще, вот эти гендерные, если вообще, вот эта гендерная теория, гендерные исследования, что они сделали? Конечно, они расшевелили. Общество. Общество в этом смысле, да, расшевелили, хотя, хотя, потом уже в нулевых, даже за нулевых годах и, и так далее, вот, когда пришли новые, новые силы, они не хотели это не знать, не понимать, и это совсем им было не нужно. Как вы думаете, вот то, что гендерные исследования так быстро и в геометрической прогрессии просто публикации росли, развивались в 90-е годы, это связано с финансовой поддержкой Запада? Нет. Я думаю, что это, вот это было связано, в значительной мере, это было связано с тем, что людям было интересно посмотреть новый взгляд, на общество, вот новый взгляд на общество, новое, даже я уже диктовала, новая терминология, новые оценки отношений в обществе. Почему сейчас мы не можем молодежь мотивировать, увлечь этим, почему сами мы вот в 90-е годы хотели этим заниматься, и мы чувствовали, что это нам важно самим для решения каких-то наших вопросов личных, исследовательских, профессиональных, женских, каких угодно, а современная молодежь, она более прохладная. Ну, мне кажется, что это уже менталитет меняется же. Общество. меняется меняется. Сейчас, вы знаете, молодежи нужно все и сразу. Это известный факт. Вот. Вы же знаете Наташу Винокурову, да? Конечно. Ну, да, вот она, значит, это самое, но она провела какое-то исследование по оценке деятельности молодых ученых. Да, да, да. Ну, вот. Ну, и в общем, там очень печально, я смотрю на это поколение. Вот. Ну, я, вот я скажу, я такой веду сейчас такой спокойно, тихий образ жизни, ну, потому что все прошли уже. Вот, ну, ничего. Даже вот, вот кроме этого отцовства, которое я, для меня все, почти все в нове. Хотя, я скажу, что нет. А идея ваша была? Откуда взялась идея проекта по отцовству? Нет, эта идея была, пришла из Штатов. Они сделали такой доклад по миру, отцовству в мире. Но так не было в России. Не было, не было, да. Вот. А теперь мы, значит, в общем, вот, делаем сейчас Россию, отцовство в России. Вот. Но, знаете, они это вот, это новый, конечно, шаг вообще, вот это отцовство и так далее. Но, вот, может быть, потому что в значительной мере, может быть, даже есть какой-то поворот и у молодежи. вот сейчас. Потому что все, кто хотел все и сразу, они уехали. Вот. И остались те, которые вообще понимали, что все и сразу это еще не исчерпывает, а значение, так сказать, научных исследований. а кроме того, а кроме того, это и, ну, как бы, ну, продвигает вообще наше, наше, Вот. кстати, я же все время общалась и с Адпасадской, и с Наташей, особенно, Захаровой, и она все время говорила, когда вот здесь гендер, зачем гендер, здесь был такой разговор уже, вот, в этих самых, в начале первого десятилетия, 21 века, вот, и, а я все, ну, когда с ней говорила, она говорит, Наталья Михайловна, ну, как же вообще, там же каждый год бывает, это все страны приезжают и рассказывают, и все, а России вообще, как будто, и вообще нет ее, вот, ну, я говорю, конечно, но дело, это уже не моя, это уже не мои задачи, не мои проблемы. Меня все-таки интересуют всегда новые шаги в науке. Вот я считаю, что сейчас новые шаги это отцовство, хотя, вот я прочла этот доклад всемирный по миру отцовства, но все равно лейтмотив этого доклада это гендерные отношения. И все время этот рефрен, он повторяется в каждом разделе и в каждом заключении, вот, что вот это проблема гендера все равно, никуда от него, в общем, Как можно, вот, как вы думаете, да, я с вами согласна, а как можно наши исследования сделать, как бы, более понятными для представительниц женских организаций, женского движения, как нам сблизиться с самими теми, кто реализует политику и для кого это, собственно, мы пишем, как бы, потому что иначе мы пишем для самих себя, для собственного профессионального сообщества, как выйти за рамки его и сделать популировку. Ну, это проблема, это проблема изменения менталитета. Все-таки, вот все, что происходит в этом обществе. Но если неоконсервативный поворот начала 2000-х годов, как нам достучаться? Одно дело в 90-е годы, когда мы были ориентированы по-другому, и поэтому можно было и наше исследование, мы видели, что они, как бы, меняют образ мысли, у молодежи, у студентов, которым мы читали лекции. А сейчас, когда со всех экранов телевизоров, передачи, лекционная работа, идет, как бы, такая консервативная тема, и вроде как профессия женщины это семья, и это разными способами повторяется в фильмах, в художественном, я имею в виду, в литературе и так далее, очень сложно навязывать или, скажем, другое слово, излагать другую точку зрения. Исключительно сила науки. Больше ничего. я верю, я верю. Ну, просто это я это наблюдала, я наблюдала, хотя, конечно, чем дальше, тем все сложнее. Вот я вам хотела сказать, что вот, что мы сделали некоторое открытие, которое, в общем, как бы, не всеми воспринимается. Вот это открытие такое, что если вы берете здоровье мужчин и женщин, то, ну, как известно, что мужчины живут меньше, вот, а женщины живут дольше, вот, но это, я это называю стратегическое здоровье, а есть тактическое здоровье, здоровье, которое, вот, например, у женщин и мужчин в 30 лет, какая разница, здоровье у женщин и мужчин в 40 лет, там, 50, 60 лет, и оказывается, что вот это тактическое здоровье, здоровье, зависящее, как бы, от возраста сегодня, оно у женщин хуже, чем у мужчин, почему? А тут очень много таких биологических и социальных факторов, много, вот, и поэтому я, ну, например, биологические факторы, это вот факторы, которые определяют роль женщин в популяции, женщина же сохраняет свою популяцию, вот, и в этом смысле она как бы более устойчива, должна быть, да, это биологические факторы, но есть социальные факторы, а социальные факторы какие, что мужчина ведет такой, не только образ жизни, но и такой социальный образ, что он вообще хуже, он занимает плохие места, рабочие, все это, он ответственность имеет перед семьей, он меняет здоровье на доход, трансформирует здоровье в доход, в отличие от того, что на Западе, например, на Западе, например, доход трансформирует в здоровье, а у нас и особенно, да, для того, чтобы, для того, чтобы, это было, конечно, в 90-е годы особенно ярко и видно было, вот, поэтому, когда сегодня говорят, не надо, почему-то женщина в 55 лет уходит на пенсию, а мужчина в 60, я уже много-много выступала и много писала всяких текстов и так далее, где излагала, что нельзя это сегодня изменить, потому что мы, если продлим период производительной жизни женщины, то мы не выиграем ничего, она просто будет болеть и умирать еще быстрее, чем, так сказать, чем мужчины, просто потому, что она организована и образована в лучшей мере, вот, сегодня в России, это не то, что значит во всех странах мира, таким образом, чтобы, в общем, она дольше, не выход, дольше, то есть, раньше не выходила на пенсию, просто это не получится, мы будем иметь большую инвалидность, она и так у нас очень большая сегодня, будет еще больше, потому что есть вот, повысить пенсионный возраст на пенсию. Ну, конечно, а как вообще иначе, вот, все, они потом как грибы выросли, да, во всех городах и все такое прочее, в общем, так сказать, мы общались и какие-то совместные. А можно сказать, что в начале двухтысячных в связи вот с теми трансформациями в политической жизни страны, которые произошли повсеместно у нас, уменьшилось количество этих центров, многие из них закрылись, если вы в курсе вот этого процесса, то что лежит в его основе? Отсутствие интереса к этим темам, отсутствие финансирования, то есть, какие проблемы? И то, и то, и то, и то. На самом деле этот процесс имеет место, то есть, вот это женские организации, их численность уменьшается, уменьшалась и сейчас уменьшается, вот, но... А в вашей лаборатории сохраняет численность так же, как и 20 лет назад? Да, если не увеличивается. Даже увеличивается. Да, потому что вот сейчас у нас это, вот этот новый проект, связанный с Карелией, вот, и мы там семья, семья и гендер, насилие в семье, вот. В основном экономисты и демографы объединены в проектах? да, 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 ну, отчасти, может быть, социологи, не знаю, мало. А сейчас это как-то финансируется российскими фондами? Нет, нет, только зарубежными. То есть заказчиком все равно является другая страна, не наша? Да нет, они даже не столько заказчиками являются, сколько, но хотят сравнивать. Если они включили в проект, то заказчики они? Ну, может быть, может так, но они просто хотят сравнивать, вот что происходит у нас, что происходит в Штатах, что в Англии и так далее, вот где эти, где, ну, сейчас, знаете же, очень модно всякие, что такое счастье, да, что такое, как понимается в разных странах, вот, ну, у нас это трудно получить деньги. в нашем проекте, как мы понимаем феминизм, и понимаем ли его, и считаем ли нам привычным, или отнюдь нет. Как вы думаете, а западные женские организации как-то связаны с подобного рода исследований, допустим, как вот ваш современный петозаводский проект, или вот тот, который был Таганрог, то есть зарубежные женские организации, они были заинтересованы в получении результатов ваших исследований. Давно нет у нас контактов этих. Каких контактов? Нет, 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 давно, давно, давно нет контактов. Только в 90-е годы? Да, в 90-е годы, вот, как раз в период этой самой перестройки, вот, это как-то было активно, какая-то, отчасти, знаешь, это Раиса Горбачева, она, ну, какой-то вклад, вклад внесла в эту ситуацию, вот, и со мной общалась, и так сказать... Хорошо, а с какими научными организациями у вас сейчас контакты, вот в связи с этим проектом по отцовству? По отцовству, ну, вот, значит, ну, есть такая организация, СИДА, это в Швеции, есть фонд такой, вот, но они, я не знаю, там вся, вся их сфера какова, но вот они... Это ли моксимографов объединяет? Нет, нет, просто, да, вот они отчасти финансируют вот эти проекты, но эти проекты не только вот наши, но вот там в Петербурге есть, значит, проект, еще где, не знаю даже, я не очень, сейчас, знаешь, так, вширь, скорее, вглубь. То есть, сколько же человек у вас занимается сейчас вот этим проектом по отцовке? Не очень много, я скажу, наверное, ну, вот у нас в лаборатории, наверное, человека четыре, и в Карелии, там, ну, там три тоже человека, которые являются организаторами, но там они, поле же, у них поле, поэтому поле требует просто особого... То есть, ваша задача провести исследование, написать отчетный доклад, перевести его на английский... Да, издать, издать, да-да-да, ну, не знаю, посмотрим, как. То есть, здесь не ставится задача практического решения каких-то вопросов, это только исследование, да? Вообще-то, 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 какие тут могут быть практические. А вот на протяжении существования лаборатории гендерных проблем были ли такие проекты, которые выходили на практику, когда от вас ждали именно рекомендации по решению каких-то вопросов? Ну, а как вообще иначе? Как? А как? Как? На основе политические решения? На основе чего они могли приниматься? Какие-то они должны были какой-то сок, какой-то сок откуда-то брать. Вот, конечно, это мы давали. Но они же, знаете, пока от нас, одна тебе, да вот тебе, дистанция огромного размера. мира. и поэтому, не знаю я, вы же знаете, что там, одно дело сформулировать, одно дело обосновать, одно дело продвинуть, продвигать, а потом решение совсем другое, оказывается. тогда другой аспект хочу напоследок еще обсудить. Это вопрос о том, как разделяют мужчины в вашей семье, ну вот теперь уже Алексей, да, или вот ваше младшее поколение, разделяют ли они вот этот интерес к гендеру и так далее? Нет, 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 нет никакой, да, да, такой, я не очень включала свое, свою, так сказать, личную жизнь в это, это сложно, это сложно, да. Но тем не менее, все-таки, наверное, а ваши ученицы, они считают свою жизнь связанной именно с задачей популяризации результатов тех исследований, которые мы делаем в исследовательских проектах, донесений до больших... не знаю, да, дело, нет, ну, дело в том, что все-таки, вот, ну, так сказать, этот самый, этот самый гендер, он же так и расположился некоторым образом во времени, во времени, и вот на каждом, так сказать, этапе, там были свои, в этом смысле, подвижки, или задачи, или что-то такое, вот, вот, но мы же все меняемся, возраст наш меняется вместе с изменением вот, исследовательских, самих исследовательских проектов, как ни странно, вот, это я, вообще, увидела, это вот, мы ведь сейчас вот проводили же в 14-м году, последний таганрог, как бы, провели, вот, и вот сейчас мы уже так все это, там, и поле сделали, и, в общем, все там обобщили, и все будем издавать тоже, вот, но непросто это вот было, во-первых, проводить непросто, во-вторых, анализировать непросто, и те, кто раньше участвовал, уже их нет, а те далечие, так что, в общем, были трудности какие-то, ну, ничего, я считаю, что мы все-таки преодолели эти трудности, и, в общем, вот, в этом году мы, ну, хотим или надеемся получить грант на издание вот этого последнего таганрога, ну, последнего в кавычках, конечно. И там, в очередной раз сравнение мужских и женских жизней, да, а как же, а как же, да, и в семейном разрезе, и в плане профессиональном, ну, да, но это обязательно, да, да, да. Это интересно, это важно, а как вы думаете, как воспринимаются вот подобного рода исследования нашей жизни на Западе? Они, ну, прежде всего в Америке, потому что они чаще всего заказывают нам подобного рода тематику. Честно говоря, давно уже, я туда давно не ездила, вот, все в основном через Наташу, которая вот в ООН, вот, на этих конференциях ООНовских, и, но отчасти через Асю, Асю тоже сейчас там в этом центре, который там организован, да, вы знаете, ООН, женщина ООН, вот, но, честно говоря, не знаю, не очень меня это, не очень волнует, да, хотя я все время говорю, что мы не можем совсем от этого абстрагироваться, это невозможно, мы же в глобализированном обществе находимся, но при этом контакты сейчас затруднены, затруднены, раз вы чувствуете какие-то новые темы, что может оказаться актуальным в ближайшее время, если мы занимаемся вот этими гендерными исследованиями? что может быть он... Знаете, я вообще, вот, я вообще очень большие надежды, вот, сейчас так сказать, ну, надежды ожидаю на гендер и здоровье, потому что я считаю, что мы просто в такой яме находимся в этом смысле, что вот, ну, надо найти, как это, пока не мне непонятно, как это, как это, как это... То есть пересечение с валиологией, то есть... Да, 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 со здоровьем, да, 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 вот. Ну, не знаю, пока мне... Я сейчас вот это, меня захватило, это отцовство, потому что это же реальность, отцовство. И самое главное, вы знаете, тут вот мы сейчас эту конференцию организуем, в декабре, и уже я там появилась Лахова. Она же... это тематика Нейполовы? Да, 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 вот она весь день была тихо-тихо-тихо, нигде ее не слышно, а сейчас вот она появилась и хочет участвовать у нас активно. вот ну вот я думаю что это не случайно это не случайно мы пока не видели call for papers от вашей конференции как только будет информация мы будем рады в нашем институте антропологии тоже держать ну да, но дело в том что я думаю что мы это обязательно сделаем потому что я же председатель совета ну вы знаете по гендерному чему-то там не знаю чему вот так что в общем у нас есть основания чтобы увидеться, встретиться спасибо большое Наталья Михайловна сегодняшний наш разговор с вами да, да, да